МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, жертвы, потерпевшие очень часто сталкиваются с вторичной виктимизацией, с повторной виктимизацией, когда после случившегося им приходится неоднократно давать показания, неоднократно повторять, воспроизводить все, что с ними произошло, начиная с момента, как они подают это заявление в органы милиции. И они сначала вынуждены рассказать это дежурному хотя бы кратко, а потом оперативным сотрудникам, следователю, судебно-медицинскому эксперту и так далее. И не отработан вот этот механизм, чтобы в обязательном порядке эти показания депонировались. Сразу бы следователь обратился к следственному суде, тот задал необходимые вопросы, эти показания легли в основу дела, допустим, да, вот, и все, и потерпевшей не приходилось бы заново, заново, заново все это как бы проговаривать. После подачи заявления в отношении нее оказывается огромное давление, и там сторона обвиняемого постоянно приходит, пытаются с ней якобы примириться, там, путем шантажа, угроз и так далее. Ну, начинается все изначально, конечно, по-хорошему, там, давайте, давайте, потом, если потерпевший не соглашается, тогда уже начинаются такие манипуляции, угрозы, вот. И потерпевшие, если они не готовы морально сейчас сопротивляться, да, они, ну, отказываются, да, они говорят, мой, лучше я уйду домой, залежу себе раны, пройду какое-то лечение, и я не буду продолжать уголовное преследование. Мы уже привыкли к тому, что давление идет со стороны, там, сотрудников правоохранительных органов, со стороны, там, обвиняемого и его родственников группы поддержки, но на судебном заседании, когда адвокат обвиняемого говорит о том, что, а вы посмотрите на эту жертву, а это разве женщина? Вы бы видели там квартиру, в которой она проживала? Там нельзя сказать, что там жила женщина, там хозяйка, мать и так далее. Там был бардак, там было не убрано в ванной, там где-то на кухне остались какие-то там яблоки якобы и так далее. И вся речь адвоката была построена не на материалах дела, не на доказательствах, которые были собраны, да, не на опровержение этих доказательств, а именно личность потерпевшей. И это было настолько оскорбительно, унизительно для самой потерпевшей, которая находилась в этот момент в зале судебного заседания, она все выслушивала это, и потом, а что она могла сказать в свою, так скажем, она что должна была оправдываться, да. И получается, что потерпевшая была поставлена в ту ситуацию, когда в отношении нее, еще на протяжении всех этих судебных разбирательств, на нее оказывалось, совершалось в отношении нее уже, можно сказать, преступление, вот, и ей приходилось за каждое свое действие оправдываться. Почему не кричала? Почему не звала на помощь? Почему плохо ухаживала за домом? Почему перечила мужу? Почему в 12 ночи тебе хотелось спать, и ты просила его выключить свет? Ну, можно же было потерпеть, и так далее. И весь, как бы, вся коммуникация строилась не в отношении обвиняемого, что он не должен был совершать преступления в отношении, там, своей супруги, да, вот, а на том, что супруга должна была вести себя как-то иначе, как-то положительно, для того, чтобы ее не били. Такие фразы были о том, что, ну, подумаешь, ударили в нос и в грудь, вот, и вот экспертиза, которая, там, судебно-медицинская, она прошла, да, эти повреждения, там, не соответствуют. Возможно, вы, там, что-то допридумали, возможно, там, как бы добавили, да. На самом деле, вот от того, что вы получили в нос, вы бы таких, ну, как бы, таких телесных бы не было, таких бы травм не было. И потерпевшая еще должна, мало того, что доказывать, что она была хорошая хозяйка, и она, там, мать новорожденного ребенка, и что она, там, как бы, не совершала ничего, за что ее нужно было бить, вот, так она же еще должна и оправдываться, и, как бы, доказывать, что вот ее ударили, и почему у нее именно такая травма, травма лица, травма грудины и так далее. Поэтому очень сложно потерпевшим, почему мы и говорим, что у нас мало случаев, которые доходят до... Сначала у нас часть отсеивается на момент подачи заявлений, потому что потерпевшие, во-первых, они настолько уязвимы в этот момент, и они сразу представляют, что ей сейчас предстоит, это проговаривать и так далее, все это проходить. Потом часть отпадает на судебных заседаниях, вот, и потом, когда, конечно, они слышат в коридорах судебных заседаний, там, получают сообщения, там, по телефонам, другим средствам связи, когда они слышат подобные речи, там, от гособвинителя, от адвоката и так далее, от других участников процесса, то, конечно, никакой работы по помощи потерпевшим не оказывается, они не защищены. И они могут быть защищены только в случае, если уже какой-то прям угроза физической расправы. А само психологическое давление на них, как правило, всерьез вообще не берется.